Вот в этих инкубаторах уже оплодотворенная икра доходит до так называемой стадии глазка. Через оболочку икринки уже можно различить образовавшийся эмбрион. Этот момент самый подходящий для перевозки. Живые икринки помещают в специальные ящики, покрывают марлей. Сверху – лед. В такой упаковке до места назначения будущие мальки точно доедут живыми, точнее долетят. Сегодня в Ижевск, Махачкалу и в столицу Киргизии – Бишкек. На Махачкалу мы сегодня отправляем 100 тысяч икринок, а в Ижевск – 50 тысяч икринок. В дальнейшем из этой икры получится посадочного материала около 30 тонн. В Киргизию уже отправили 200 тысяч икринок. В следующем месяце на 100 тысяч больше. Покупатель получает икру, он уже у себя раскладывает либо по питомникам, либо вот таких прямоточных аппаратах, то есть икра доинкубируется до стадии вылупления. Вылупившиеся личинки находятся в таких закрытых боксах. Они не любят свет. Ну а следующая стадия – активное движение и питание. Мальки живут вот в таких бассейнах. А здесь, в водоемах, плещутся уже взрослые особи царской рыбы. В сочинском племзаводе пять пород форели. В их числе две собственные породы радужной – адлер и адлерская янтарная. Пользуются спросом, разлетаются как горячие пирожки. Белоруссия, Казахстан, Киргизия очень хорошо с нами работают. То есть, в общем-то, и вся Россия. Вы не найдете на карте России место, где не побывала бы наша икра. Ну а 1 февраля первая партия живых икринок отправится из Сочи в Таджикистан. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Продолжение следует...